Невыдающаяся игра с обоих сторон. Масса ошибок, индивидуальных, позиционных. Голы больше в результате каких-то комбинаций красивых, выходов один на один и так далее. Основной вычет или индивидуальных действий, или ошибок противника. Ну, наверное, может быть и «Динамо» в какой-то степени это простительно, потому что очень много молодежи. Нам, откровенно говоря, у меня такое впечатление сложилось по нашей команде. Первый тайм, хотя в принципе более-менее выдерживали, даже и 50%, хотя не могу дать, более-менее выдерживали тактику на игру. Вторую, конечно, провалили полностью. И у меня сложилось впечатление, что некоторые у нас вышли просто поиграть в хоккеёк, а не играть на победу. Ну, а «Динамо» своим желанием, напором и использованием наших ошибок решилось в свою пользу. Всё по делу. Игорь Николаевич? Ну, Сергей Евгеньевич вообще всё сказал. В принципе, да, у нас было очень видно, что запредельный настрой. И молодежь сегодня неплохо сыграла. Не все, конечно, попали в игру, но в целом достаточно опять хорошо двигались. Здесь очень много ошибаемся, конечно, в простых ситуациях, где не хватает пока трезвой головы, какой-то опыта, вот этого мастерства. В целом результатом довольны. Так и работать, и работать ещё надо. Коллега, вопросы? Есть вопрос один. Если можно, какому-нибудь тренерам по поводу угловых ударов? Всё-таки обилие их в поворот водника – это всё-таки результат хорошей игры хозяев? Или же всё-таки это откровенные ошибки? Какие на команды водника? Я думаю, что ноги можно было предотвратить, если бы правильно, позиционно играли и своевременно играли портовики и передние защитники. Но, к сожалению, у нас сегодня, я ещё раз сказал, целый ряд игроков провалил просто матч. Не может команда, которая играет в откат глубокий причём, пропускать восемь мячей. Пусть даже мяча, сколько там, четыре-пять, наверное, с угловых. Но, опять же, это результат того, что команда соперника атакует. И если ты правильно расположился, ты, как мы говорили, что это один из элементов, где «Динамо» нас превосходит. Потому что свой лёд идеальный, наверное, вот. И это будет один из вариантов взятия наших ворот. Значит, надо их просто минимизировать. Наши бортовики, к сожалению, они в это время, как я говорю, читают, они смотрят телевизор. Игра идёт где-то на противоположном фланге. Они даже не думают, что через секунду последует перевод, и игрок по его зоне будет принимать мяч и атаковать воротами. Он просто смотрит, что там происходит. Поэтому это чисто позиционная ошибка бортовика и переднего защитника, который мы с говорили, это не подсказывает. Ну и, соответственно, напора и желание хозяев «Динамо» мы имеем в виду, создать этот блог. А я что? Александр Сергеевич всё сказал. Тоже ходишь? Ну, в принципе, всё там объяснится. Я больше думаю, что это вопрос гостям. Я думаю, они сегодня решили исход в принципе матча, откровенно говоря. Особенно в начале первого тайма, когда целый ряд. Я не помню точно, но так приблизительно на вскидку. 5-6 минут прошло, но мы уже 4-5 угловых вымерили своих бород. О чём это говорит? О том, что бортовики у нас… Видишь, когда сравняли, там, в принципе, 2-2 по углу было. Два угловых вы забили, два угловых вы забили. Так получилось. Это ещё не 3-3-то. Потом уже, да… Я имею второй тайм. Второй тайм. Первый – это ещё более-менее равномерно как бы было, мне кажется. Ну, это, наверное, был этот Тарасова, да? Когда он приехал и забил. Теперь это лучше, по-моему, да. Это будет. Ну, подставляться надо. Подставляться, да. То есть, если вы привезли угловой и расположились неправильно, привезли сами себе, то… Извините меня, с Волгой мы играли, я видел, что у них горят глаза, что они там хотят этот угловой поймать любыми путями. Вот. А сегодня, я откровенно говоря, нас забивает прямо по центру несколько ударов. Вот это о чём говорить. Потому что настрой у некоторых был не самый хороший, можно так сказать. Да, у нас с нашей стороны, наоборот, получилось, что мы в нужный момент подставились, хорошо вывезли этот мяч, так как у вас тоже отличные исполнители. Там и Дергаев, и Тюкаев, и Насонов, и другие ещё и другие. Хорошо выходили. Именно во втором тайме, в нужных ключевых моментах, когда счёт был скользкий, там один мяч, четыре, вели. Спасибо.